Всадник на скаку пикой поражает мишени. Одну, потом вторую. Зрители в восторге и награждают его аплодисментами. В городском парке в День защитника Отечества выступает Конный театр городского Дома культуры Заречный. Программа посвящена военной истории России, в той ее части, которая касается кавалерии времен Великой Отечественной войны. Руководитель Конного театра Владимир Киселев и его артисты не один год изучают историю отечественной кавалерии, применяя знания на практике. Зрителям показывают приемы владения шашкой, владения пикой. Современный аналог упражнений строевого устава конницы рабоче-крестьянской Красной Армии. Устав 1938 года. То есть все действия, все то же самое. Понятно, что мы сейчас не можем брать те мишени, которые раньше были. Мы вместо нее бутылку с водой. Но это именно ставился удар. Учили именно кавалеристов работать оружием. Зрителям тоже предлагалось попробовать освоить приемы обращения с шашкой. Рубку бутылки с водой, веревки, печена капусты. Не на лошади, конечно, в пешем строю. У некоторых получалось вполне недурно. Упражнения по преодолению препятствий также входили в строевой устав. Тут лошадка – живой организм. Могла, как говорят конники, и закинуться, отказаться идти на препятствия. Но это только разжигало азарт и зрителей, и всадниц, упорство которых в итоге одерживало верх над непослушным животным. С исторической точностью конный театр воспроизвел форму одежды красных кавалеристов. Вот такую носили в самом начале Великой Отечественной. Сам Владимир Киселев одет в полевую повседневную гимнастерку с парадными кавалерийскими погонами. Погоны, кстати, появились в Красной Армии только с 1943 года. На девушках – парадная форма, которую специально шили к Параду Победы. Погоны курсантские. Кавалерия времен Великой Отечественной незаслуженно забыта, рассказывает руководитель конного театра. Да, на смену живой силе пришла техника, танки, бронемашины. В 1953 году этот рот войск и вовсе был упразднен. Но немало славных страниц истории войны написано с участием конницы. В Сталинградскую битву никто не знает, что замкнули окружение кавалеристы, и потом очень долго удерживали от Гудариана. Никто совершенно не знает, жители Волоколамска, что, оказывается, целый полк, который полег под Волоколамском, именно кавалеристы. Это был казачий полк, который полегли там полностью, но не дали прорваться со стороны Волоколамска танковым колоннам. Вот такие истории о советских кавалеристах и их боевых товарищах-лошадях узнали зрители шоу в парке. В День защитника Отечества здесь проходили и другие развлекательно-познавательные мероприятия. Выступление служебных собак, детская анимационная программа. Ребята из военно-патриотического объединения «Каскад» молодежного центра «Навигатор» демонстрировали приемы рукопашного боя. Волонтеры молодой гвардии дарили мужчинам подарки и открытки. А всю программу организовал ДК имени Чкалова. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...